Уголовные дела Это для вас особый случай Автобус будет, не знаете? Должен, последний в 22.30 Вот, пятерочка едет Автобус в парк идет Не подходит До Грибоедова доедем? Доедем Продолжение следует... Подъем Подъем Приехали Подъем Продолжение следует... Ночью 4 октября 1983 года Водитель автобусного маршрута номер 5 Алексей Кашеву И окончив смену Прибыл на площадку АТП Согласно инструкции Проверил салон автобуса И обнаружил там труп молодой женщины С ножевым ранением Позвонил в милицию Убийство с корыстной целью Да? Вы так считаете? Ну, конечно Время позднее, девушка Одна легкая добыча К тому же кошелька В ее сумочке не обнаружили Ну, зонтика тоже не обнаружили Зонтик? Ну, да На улице-то дождь был А зонтика при жертве не было И голова сухая Артем, вам, наверное, темно? Да, хотелось бы больше света Зонтик При чем тут зонтик? Зонтик О, Светлана Викторовна Это вы опасная женщина? А вы как думали? Мечо громы и молнии Жаль, они не могут с того света вернуть Доброй ночи, хозяйки Доброй ночи Как дела? Выспались? Вы элегантно одеты Вас дипломаты не приглашали? Нет, рано еще, молодой Вижу ножевое Время смерти Не больше получаса Убийца нанес удар ножом Снизу, спереди, под левое нижнее ребро И сразу вытащил В результате массивной кровотечения Смерть наступила мгновенно Ну, понятно Свет, у тебя что? Орудие убийства Нож Отпечатков нет По жертве кое-что есть У нее есть проездной Носовой платок Косметичка И Письмо На имя Раисы Крадчик Есть чем открыть? Угу Держи Ну Чужие письма нельзя читать, да? Ну, нам-то можно Похоже Мужа И судя по штемпелю Отправлено пять дней назад Из-за Родженикидзе Доехал нормально Остановился в гостинице Проторчу тут около недели Ясно Когда будет заключение? К десяти тебе нормально? Вот раньше и не надо Я только после обеда А Ну все, работайте Значит так Сейчас мы поедем в отделение Ты у меня все вспомнишь Валентин Николаевич Вот говорит, что лист не видел А я думаю, что видел А не говорит Лист, говоришь, не видел? Сколько человек в салоне было? Мало Пару человек На конечный выглянул Пассажиров нет Поехал в парк В парке пошел по салону Вижу, лежит Я сразу к диспетчеру Вас вызываю Что, все? Все Где диспетчер, скажем? Вот так, Коля Утром Коля Утром едешь к дому убитый И разговариваешь с соседями Понял? Есть Этого надо колоть Валентин Николаевич Я чувствую, что он что-то знает Это тебе лишь бы колоть Успеется, Коля Успеется Понял Там закончили? Их уже пять дней нет дома Володя уехал в командировку На прошлой неделе Рай в больницу легла В какую больницу? Если я не ошибаюсь В первую краевую У Рай затяжной бронхит был Вот ее и положили на обследование В пульмонологию В пульмонологию Точно? Задачу ложных показаний знаете? Белье поменять, окна помыть И туалеты, чтобы блестели Вы меня поняли? Да у меня и так всегда все блестит Ага Господи, девушки, ну прекратите вы истерику Может быть не появится никакая комиссия? Конечно, комиссия у него не появится Здравствуйте Лариса Петровна Апатова Заведующая отделением А это Старший оперуполномоченный Ушаков Так вы не... Нет А мы тут комиссию из Москвы ждем Приехали без предупреждения Шерстят по всему городу А тут еще и начальник горздравотдела Три дня назад умер Ну понятно У вас была больная Раиса Крачева Есть, а что? Она ночевала сегодня? Я извиняюсь, а что значит ночевала? Это моя пациентка Она должна быть в палате В какой палате? Во второй Вас проводят Проводи, проводи Проходите, пожалуйста Вас проводят Я покажу Проходите Я проведу Вот, проходите Здравствуйте, дамы Здрасте Кто из вас вчера видел Ларису Крачек? Не поняла вопроса Это ж Вовка писал Это ж Вовка писал Допустим А как ваше письмо попало в руки другой женщины? Ха, так вы про Людку? Про медсестру нашу? Ну так она должна была мою почту забрать Ну, она отзывчивая, никогда не откажет Людочка А вот вам ключик от почтового ящика Заберите почту Я письмо от мужа жду Не волнуйтесь, заберу А вы лежите Ноги А что с ней случилось-то? Будем разбираться Извините за беспокойство Здравливайте Да идите вы в баню За оскорбление при исполнении Знаете? Ощ Вот еще Моделист-конструктор Хороший журнал Я тоже раньше выписывал Вот Девочки нашли фотографию Людочки И в личном деле тоже есть Она Ужас какой Я до последнего Надеялась, что Вы что-то перепутали К сожалению, нет Расскажите мне Каким человеком была Людмила? Скромная Трудолюбивая И как медсестра Тоже грамотная Хороший был человек Муж, дети? Нет Одна жила Родственники Только старшая сестра Телефончик поищите Вот еще Спасибо Так лучше? Да, спасибо Что читаете Да, вот показания Коллег И пациентов Толковая Заботливая И легкая рука Да, и в вену попадает С первого раза Смущает, что все так гладко Артем У вас профдеформация Это что? Ну вы ищете негатив Там, где его нет Но бывает же так Что убили хорошего человека Вот просто так Вот ни за что Ни про что Нет Вы бы тогда мне это дело Не выдали Артем Судя по антуражу Людмила Мужчина принимала Шампанское Водка Ух ты Светлана Викторовна По вашей части Золотые Семнадцать камней Приблизительно В звеньях бриллианты Ноль один, ноль два карата А по одну сторону От корпуса полумесяц По другую солнце Ювелир явно поработал Над часами Редкие часы Коль Да? Возьмешь часы И проедешь по ювелирам Нужно узнать, кто заказчик Только после того Как я отпечатки сниму Оригинально и пестро Вряд ли медсестра Могла себе такие позволить А у Людочки был поклонник Вот как А вы с ним знакомы? Нет Сестра знала, как я отношусь К небрачным связям Поэтому все скрывала Плохо Рассказывайте то, что знаете Нам нужна любая информация Ну я знаю, что они познакомились Полгода назад в больнице Он лежал у нее в отделении Как выглядел? Сколько лет примерно? Я его ни разу не видела Вроде лет сорок Обеспеченный День рождения у него восьмого марта Да уж, такую дату трудно забыть Ну поэтому и запомнила Импортный инсулин Гемодез Пироцетам Витамины У вас что, в семье диабетики? Нет Может, любовник? Я же сказала, что я о нем ничего не знаю Могу я позвонить мужу? Позвоните Так, закончим здесь И нужно вернуться в больницу Узнать, как любовника звали Сделаем После окончания смены Водитель краснодарского маршрутного автобуса номер пять Обнаружил в салоне труп девушки Ей нанесли смертельное ножевое ранение Личность убитой установили Медсестра краевой больницы Людмила Дьяченко При обыске в ее квартире обнаружили дорогие часы С браслетом ручной работы Сестра убитой рассказала У Людмилы был богатый любовник Она познакомилась с ним полгода назад в больнице Давайте помогу Ой, спасибочки Это все, кто лежал у нас полгода назад Разберемся Так Морозов Восьмое, третье, 1926-го Старый 57 лет А Вот тут еще один у нас Кот Мартовский 42 года Крачек Владимир Так, а это наш клиент Крачек По жертве кое-что есть У нее есть проездной Носовой платок, косметичка И письмо На имя Раисы Крачек Есть чем открыть? Слушай, а это не муж Который писал Из командировки Женя Сейчас Судя по адресу, да Ординаторская? Ну что, тряхнемся пружницу? Да Еще тут Рано Рано еще показать Это вас Майор Ушаков Да, вы подъезжайте Я скоро буду Коль Я к себе А ты дуй на работу крачеку Понял? Есть Спасибо До свидания Спасибо До свидания До свидания Что? Изобретательный Этот крачек Убедил жену Обследоваться После бронхита Выбил хорошую палату А сам К любовнице А письмо Какое хорошее Написал? Да Изобретательно Поехал На несколько дней В командировку И оттуда отправил Чтоб жена Ничего не заподозрила Ну дает Ну, ну, ну Вы там Не особенно увлекаетесь Ты что, врет? Вы женились недавно Вам такое знать Вредно А, да 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 Привет Вы рассказываете Ну, собственно Ну, собственно Как я и говорил Проникающее На живое ранение В сердце Несоместимое С жизнью Понятно Ничего Но У тебя что? У нас кухонный нож Самодельный Использовали Не по назначению На лезвий На лезвии на рукоятке Обнаружены следы Эпоксидной смолы Любой человек Хотя бы раз в жизни Слышал слово Эпоксидка Так коротко Называют Эпоксидную смолу Прозрачный Быстро застывающий Полимер Прародителем Эпоксидки Считается Химик Александр Павлович Дианин Современник Дмитрия Менделеева Яркая примета Последних десятилетий Прошлого века Самодельные Граненые На балдашнике Розочки На рычаге Коробки передач Гордость Советского Автомобилиста Изготавливались Они из эпоксидной Смолы И оргстекла Таким же способом Народные умельцы Производили Корпуса Для шариковых ручек Рукоятки Ножей Сувениры Видите Вот здесь Место Где эпоксидка Замазана Я нашла Еле заметный Фрагмент Большого пальца Правой руки Отлично Свет Молодец Мужчина Сказать Профи Валентин Николаевич Я думаю Что медикаменты Которые нашли В доме погибшей Использовали Для выведения Из запоя А с чего ты взял? Ну вот эти средства Для дезинтоксикации Инсулин Витамины И медикамент Для мозговой активности Комбинирует Нарколог Для выведения Из запоя Несколько часов И пациент Как огурчик То есть Людмила Могла этим подрабатывать Или Выводила Из запоя Любовника Помните Мы в квартире Нашли Пустую бутылку Из подводки Алкоголик он или нет Мы скоро выясним А кто любовник? Немного Немало Замдиректора Масложиркомбината На этих должностях Пьют хорошо Вы знаете Владимир Николаевич Еще позавчера вернулся Но его нет А где он? Взял неделю За свой счет Я его сейчас наберу Я тебе наберу Даже не думай Я тебе Так наберу Ты меня поняла? Курить Ой Спасибо Он вчера приехал Часов десять утра На такси С чемоданом Такой злой Даже не поздоровался А где он сейчас? Час назад ушел И хорошо выпивший Понятно Кстати Вон он идет Крачик Сюда иди Стоять Стоять Я сказал Что? Бегать надо? Давай Рассказывай У нас было Все замечательно Но во вторник Вечером Людочке позвонили Ну бабусик Пустите Да Привет Что? Через час? Ну хорошо Смогу Да Кто звонил? Дежурный врач Ну я мигом туда и обратно Ну очень надо А что кроме тебя больше некому? Ну ты же знаешь что я у тебя незаменимая Ну хорошо Беги Она уехала Я лег спать Проснулся Ее нет Я позвонил Пульмонологию Сказали Ее не было И тут я понял Что она мне изменяет С любовником Ну ты же тоже любовник Да Но я законный Я содержал ее Подарки дарил Хочешь? Если можно А может не было у нее никого Может и все придумал Дурак ревнивый Был Я нашел доказательства Часы золотые Я вспылил Ясное дело Забрал чемодан И уехал домой Чуть остыл Решил перезвонить В отделение Расставить все точки над «ы» Мне сказали что Убили ее Стал пить Пил пока водка не закончилась Когда закончилась Магазин пошел А чего побежал-то? Да не знаю По инерции как-то вышло А может не так все было? Может ты догадался Что у нее есть еще один кавалер? Не такой законный Как ты Проследил из ревности Убил А мне эта верь вся больше нравится Прям очень нравится Да вы что У меня нос слабый Гайморит Я бы в такую погоду Ни за что на улицу не вышел бы Ну за батоном с колбасой Может и не пошел бы А в порыве ревности И по этому делу Чего нет? Да не пошел бы я Не пошел Дождь был А Люда у меня зонтик забрала У нее зонтик сломался Я ей свой отдал Так стоп Какой зонт? Японский автомат? Да Три слона Черный Так Зонт рядом с телом мы не нашли Води давай Давай законный любовник На выход Руки за спину За спину я сказал Лицом к стене Чаю хотите? А вы же мне сразу Про зонт намекнули А да да У меня тоже такой был Только бордовый В мелкий горох Ох По тем временам Такое купить было практически невозможно Я думала японский А оказалось Полная ерунда Отделка Первые импортные зонты Появившиеся в СССР Возились через внешторг В начале 1970-х Из Японии Только по блату Или через спекулянтов В два раза дороже Несмотря на высокую стоимость В советское время Зонты считались Одним из лучших подарков Для любимого человека Подождите Я понял Почему у жертвы Не было зонта Водитель Он его присвоил И Ушаков тоже так думал Так может этот водитель Утянул и другие виздоки Думайте Артем А вы это что Эпоксидкой обувь чините Да что Стеблеты прохудились Давай сюда На выход Так Так Инструментиков много всяких О И ножики А где твой зонт? Дома лежит А где ты его купил? На рынке У перекупщиков А место покажешь? Я не помню А если я тебя попрошу вспомнить Очень хорошо попрошу Ээээ Товарищ Ну а что Зонты покупать нельзя? Отдыхай Батя А ну поехали За зонтом Давай Пошевеливайся Садись Садись Я сказал Как вам урожай Валентин Николаевич Коль Иди-ка сюда Зонт синий А мы черные ищем Ты где зонт украл Зараза Я не воровал Честно Откуда он у тебя? В автобусе На полу В проходе валялся Забыл кто-то А на ноже Который я изъял У твоего отца Следы эпоксидки Такие же следы На ноже убийцы Так что Больше ничего Не хочешь нам сказать? Я не убивал Клянусь вам Клянусь не убивал Клянусь вам Это не я Вот так посиди Повспоминай Давай вставай В камере отдохнешь Руки за спину Оля Только не пей Давай пошел Пальчики Алексея Кашевого И его отца Не совпали С застывшим отпечатком Большого пальца На ноже убийцы Да оставьте бы эти пальчики Вы лучше вот это Прочитайте Нашелся ювелир Который Узнал свою работу Да-да Вижу Вот так Часы с бриллиантом Принадлежали Некой Галине Щербань Кто такая Где работала? Галина Щербань Да не важно Не важно Кем она работала Важно Кем работал ее муж Покойный муж Прохор Кузьмич Щербань Пожалуйста Спасибо ребятушки Я их всего-то Один раз и надела Прохору Кузьмичу Они очень нравились Галина Васильевна А от чего Умер ваш муж? Инфаркт Сердце Некудышнее было И Выпить любила Виновата Не горите себя Галина Васильевна Не уберегла его Не нужно было мне Никуда уезжать Если бы я только знала А вы уезжали Куда? Да В Пицунду На отдых Всей семьей Всей кроме Прохора Как думаете Кто мог взять часы? Да кто угодно Вы как домой добирались Тут и родичи И милиция И соседи были Проходной двор Скажите пожалуйста Вы узнаете женщину на фото? Рукашенька посмотри Алло Спасибо Да на сорок дней Приезжайте Да Прошу прощения У покойного была любовница? Не могу вам сказать И у Галины Васильевны Спрашивать не советую Это ее может убить Между нами Есть тот день Юбилей друга праздновал И высмертный пыл шофера Поэтому я остался Томасом У меня к вам просьба Если в моих силах Выясните пожалуйста Вызывал ли в день смерти Ваша честь медиков Чтобы вывезти алкоголь Я попробую Спасибо Узнай Кто проводил экспертизу Тело Щербаня Сделаю Вызывали Товарищ мэр? Да проходи Что по Щербаню? А вот все по Щербаню Но говорю сразу Информация конфиденциальная Все таки шишка Слушай ну не тяни Ну короче Алкоголь В его крови На момент смерти Зашкаливал Сердце слабенькое Не понимаю Как он раньше Кони не двинул По причину смерти Официально коронаро Кардиосклероз Но пить Вот с таким диагнозом Это самоубийство А Щербань мог Вызвать медиков Для вывода из запоя? Мог Он Нечаянно к нему Московская комиссия Нагрянула Он же не мог Оконфузиться Перед начальством Извини Майор Ушаков Давайте не по телефону Я скоро буду Вот Телефон нарколога Скажу вам Достать их было нелегко Информацию из шофера Пришлось клещами вытаскивать И давайте догремся Я вам ничего не давал К этому наркологу Такие люди ходят А что У таких людей С этим делом Совсем все плохо? Ну Кто сам любитель? У кого дочь? У кого сын? У кого дочь и сын? Как это обычно происходит? Все конфиденциально Никто языком не требует Дорогое удовольствие? От 20 до 50 В зависимости от тяжести Ну вы понимаете Понимаю Спасибо Всем пока А вы что думаете Что смерть Щербаня И убийство медсестры Как-то связаны? Ну Все говорит об этом Как-то же у нее оказались Часики Щербаня Наверное Приезжала Ставила капельницу Ой Артем Артем Что не так? А вот майор Ушаков Решил Что сестричка Действовала Не одна Почему? Ну как почему? Просто проконсультировался С опытным врачом После окончания смены Водитель Краснодарского Маршрутного Автобуса Номер 5 Обнаружил в салоне Мертвую Людмилу Дьяченко Медсестру Краевой больницы Ей нанесли Смертельное Ножевое ранение При обыске в квартире убитой Обнаружили дорогие часы С браслетом ручной работы А также лекарства Которые применяют При выведении человека Из запоя Выяснилось Найденные в квартире убитые часы Принадлежат Галине Щербань Вдове высокопоставленного чиновника Тот недавно скончался Щербань любил выпить И чтобы выйти из запоя Пользовался услугами нарколога Вообще это обычная практика Но только очень опасно Я например своего мужа Постоянно капаю Но чужого бы не рискнула Почему? Да потому что надо знать Состояние организма Уровень алкоголя Потому что лекарства для интоксикации Не шуточные Их только врач назначать может Иначе летальный сход Зонтик забыла А чехол не ваш? А это Сорокина Все я убежала Ну мы в прошлом году Скинулись И купили Сорокину хороший японский зонт А он его потерял Ну а чехол вот висит Давно потерял? Ну да на днях Но это и к лучшему Почему? Ну потому что летом Когда мы делали ремонт И красили батареи Я прислонила его зонт К покрашенному Краска так и не отстиралась А он мне потом постоянно вспоминал Испортил озонт Испортил озонт Краска белая? Ну да Ну белая же батарея красит А насчет алкашей Вы у Сорокина спросите Он что занимался выводом из запоя? Раньше занимался Он же пять лет В Геленджике В исправительно-трудовом профилактории Наркологом работал А когда к нам пришел Говорит все Возвращаюсь в терапию Товарищ майор Я пробил номер Это Сорокин Сорокин Поехали За разглашение знаете Добрый вечер Добрый Здравствуйте Здравствуй Сын Племянник Ром Иди к маме Где вы были 4 октября во вторник? Дома Дядя Сережа Ты во вторник поздно пришел Я дома один был Спасибо Ром Действительно забыл Я был на дежурстве А в чем дело? А по нашей информации В ту ночь вас в отделении не было Придется с нами проехать Товарищи Что происходит? Сережа Милиция Нам нужен вопрос с товарищами прояснить Без меня уже найти Рома Вспомни пожалуйста Когда вернулся твой дядя? Я не знаю А гимн тогда уже прозвучал? Да Дядя Сережа почти сразу пришел Вы можете толком объяснить Что происходит? Почему моего брата забрали? Нет, не могу Тайна следствия Завтра утром Вас и вашего сына Жду у себя в кабинете До свидания Садись Я могу узнать Почему я ночь провел в камере? Не просто так Не надейся Узнаешь зонт? Ну У меня был похожий Я его еще в белой краске испачкал Потерял где-то А это он и есть Твои телефоны? Да, это Первый номер ординаторский А второй мой домашний Мне известно Что ты частным образом Выводилась за поя И твоей ассистенткой была Людмила Вы приезжали на вызов к Щербаню? Да Я вывожу из запоев Полагаю, вы понимаете Что среди моих клиентов Не самые простые люди И некоторые из вашего ведомства Вот только пугать нас не надо Узнаешь? Это нож, которым убили Людмилу Почему я должен его узнавать Если я первый раз его вижу? По заключению криминалиста На ноже были найдены остатки эпоксидной смолы Смола застыла Вместе с отпечатком большого пальца И принадлежит он Твоему племяннику Роме Ты и Рома Использовали его Когда собирали модели самолетов Всего не предусмотришь Хорошо, я буду говорить Коллеги Сорокин рассказали его историю Он долгое время работал на скорой Однажды приехал по вызову К высокопоставленному чиновнику К Шишке А он оказался в состоянии белой горячки Ну, в общем Сорокин привел пациента в норму Да, и за работу получил тогда 50 рублей Ух ты И очень скоро Сорокин стал Постребованным наркологом Пригласил он в помощницу Людмилу Я вот только не пойму одного Зачем он убил? Артем Думай А я что делаю? А Щербань позвонил мне вечером четвертого Пьяный Потребовал, чтобы я срочно привел его в чувство Я позвонил Люди Мы поехали Не нравится мне ваше сердце Что тебе не нравится, я не понял Я могу прокапать только физросфор с витаминами Будем постепенно выводить алкоголь из организма Ты понимаешь, завтра москвичи приезжают Меня такие пистоны навставляют Прохор Кузьмич, вы же медик, вы должны понимать Да иди ты, лохудра Вы извинитесь перед моей ассистенткой Да ты шо? Ты понимаешь, что я сгнаю тебя И твою лохудру Уразумил? Лень все Я должен быть как огурчик завтра Понял? Понял В общем, я согласился Выбора у меня не было И поначалу все пошло неплохо Он Пролежал час под капельницей А потом Что-то пошло не так Сергей Михайлович Он, по-моему, того Давно он так крепит? Только что Кофе ем быстро Ну! Летал Мы поскорее собрались и уехали Ты видел, что Людмила прихватила с собой золотые часы? Нет Ну, а в понедельник У меня на старе лежала анонимка Люда Да Да Прочти Я знаю все про см... Читай, читай Про смерть Чермана Вы там были За молчание хочу Три тысячи рублей Лучше ему заплатить Отдайте все, что он просит Да, я... Я тоже так думаю Сегодня Соберу деньги А завтра Завтра отдам Иди Анонимку написал Людмила Как догадался Больше некому Ну и потом там Письмо ее духами пропахло Она любила Она любила французские Жалузы А почему там же ее не разогласил? Зачем было убивать? Тот, кто предал один раз, предаст и второй Она Слишком много знала Здравствуйте А у вас что, машина сломалась? Сломалась Сломалась Смотри, как дождь зарядила Она любила Я вышел из автобуса и вернулся пешком на остановку назад. Сел в машину и уехал. Только потом понял, что зонты перепутал. Темно было в автобусе. Отличный зонт. Хорошо, что тебе его подарили. Да, хороший подарок. Надолго запомнишь, лет на 12. Ознакомьтесь и подпишите. Задачу ложных показаний знаешь. За убийство Людмилы Диченко, получение нетрудовых доходов, Сергей Сорокин получил 12 лет тюремного срока. Вышел в удачное, если можно так сказать, время в середине 90-х. Потом переехал в столицу, открыл свой частный кабинет. Принимал первые лица страны. Да вы его и сами знаете. Но только под другой фамилией. Под какой? Да ну. Он самый. Надо же.